Ля погнал ты, давай помедленней Науру, расположенная посреди огромных вод Тихого океана И выглядящая на карте как маленькая точка Это самая маленькая независимая республика в мире Не, это удобно на самом деле и безопасно Потому что если инопланетяне когда-нибудь захотят захватить землю Понятно, они даже не заметят её Они такие, ну какая-то точка Ну в принципе даже и по... А вот какая-нибудь Австралия там, во Сразу вон, глаза бросает США, Россия Первые страны, куда инопланетяне точно сразу же сядут Вот А это... Я уже даже забыл где, блин Куда смотреть? Эту страну посещает лишь 200 человек в год Так а сколько там вообще людей живёт? Слушайте, а звучит заманчиво, чё бы не приехать Будешь себя особенным ощущать Я начал это путешествие, прибыв в аэропорт Стамбула за 3 часа до вылета Сначала я летел в Сан-Франциско 13,5 часов После 7-часовой пересадки я снова сел на 13-часовой рейс в Нади на Фиджи Бля... Затем ждал ещё 7 часов Как видите, 75% мест на борту свободны А наш полёт из Нади в Науру занял 4,5 часа Я передумал, ребят Столько пересадок и ожиданий Перелёты 14-часовые Ради вот этого? Чисто Прыщ какой... Не, я не хочу обидеть Я имею в виду, что по размеру У меня на лице тоже вылезло, бля Моё 48-часовое бесконечное путешествие подошло к концу Это самая малопосещаемая страна в мире Где ближайшие страны находятся в тысячах километров отсюда Как только я ступил на остров, мне придётся ждать... Я и не знал, что Явелон так много путешествует, ну ладно Братного рейса почти неделю По морю передвигаться не вариант Науру окружена огромными коралловыми рифами Не позволяющими большим кораблям приблизиться Хэсус им перец Чё, блядь, почему? Я перец Без им В каком месте я? Им перец А ну, какой факт, блядь, где? Э, чё за хрень, подожди Науру окружена огромными коралловыми рифами Не позволяющими большим кораблям приблизиться к берегу До недавнего времени местные жители этого изолированного острова Получается, никто этот остров захватить нормально не сможет Обладали таким богатством, что даже не знали, как им распорядиться В 1975 году Науру была богата фосфатными месторождениями И стала страной с самым высоким ВВП на душу населения в мире Однако сегодня на этих разрушенных землях, где не растут овощи и фрукты Продукты питания, подвергшиеся переработке и жирная пища стали нормой Всемирная федерация по борьбе с ожирением На первом месте страна, а, по ожирению, нихуя Знала Науру лидером среди стран мира, где около 60% граждан имеют избыточный вес Всемирная организация здравоохранения отмечает, что в Науру самый высокий в мире уровень потребления сигарет Ой, бля Правительство старает не впускать иностранные СМИ в страну После месячной процедуры, в ходе которой я предъявил бесчисленные документы Мне едва удалось получить туристическую визу В то время как обычная плата за визу составляет 50 австралийских долларов Так, а гражданам России можно без визы туда? Журналистам и представителям СМИ требуется астрономическая сумма в 8 тысяч австралийских долларов Думаю, это сделано в качестве сдерживающей меры Полиция сразу же изъяла мой дрон, который я взял с собой Вы можете заметить кое-что странное в воздушной перспективе острова Снимать Науру с высоты не рекомендуется, и скоро вы узнаете почему Снимать здесь будет сложно из-за неприятной правды, которую на Науру пытаются скрыть Я сейчас нахожусь в регионе Яра Поскольку взлетно-посадочная полоса и дорога находятся совсем рядом Очень привычно, что машины уступают дорогу самолетам Пешеходов предупреждают о возможности удара потоком воздуха от воздушных двигателей при посадке и взлете А все потому, что страна настолько мала, что взлетная полоса простирается на все юго-западное побережье острова Перед вами аэропорт И если я захочу попасть внутрь Я могу просто перепрыгнуть через забор Общая площадь острова всего 21 квадратный километр Вам потребуется всего лишь 20 минут, чтобы объехать остров на машине Чипать! Пиздец! Ну зато удобно! Бля, там наверное нет сервисов доставок и прочего Путешествие заканчивается в стартовой точке, так как здесь только одна кольцевая дорога Охуеть! Путешествие находится в постоянном патрулировании Чтобы не привлекать внимания, я обратился в единственное в стране туристическое агентство И начну исследовать остров с гидом По данным агентства, на остров приезжают всего один или два туриста в месяц Таким образом, реальные цифры намного ниже, чем те, которые я нашел в интернете Чем вы занимаетесь в свободное время? Волейболом Чего, блядь? Что вы делаете в свободное время? Все, что хотим Например Ебачим, спим, едим То есть идеальная жизнь Волейболом Что вы чаще всего едите? Китайскую еду Один, два, три Ебать развлечения у них на острове Представьте, что с ними будет, если им показать Clash Royale Два, три Уху! Выходи отсюда, приятель В отличие от людей, это место стало излюбленным для перелетных птиц на протяжении столики В то время считалось, что остров имеет ограниченные ресурсы, но на самом деле его почва содержала сокровище, называемое гуана, состоящее из птичьих испражнений и морских микроорганизмов. В 1899 году немецкий геолог Альберт Эллис обнаружил, что в этом регионе есть запасы фосфата высокого качества. Фосфат в свое время был таким же ценным, как и золото, и является сырьем, способствующим повышению показателей в сельском хозяйстве. Во время Первой мировой войны Австралия присоединила и превратила Науру в зарубежное месторождение фосфата. За исключением краткой оккупации Японии в 1942 году, добываемый фосфат был многие годы продаваем миру по крайне низким ценам. Старожилы говорят, что сюда японцы загоняли людей, закрывали их, обливали крышу бензином и поджигали. Так поступали с теми, кто не хотел работать на них. Этот железнодорожный путь, который почти стерло время, был построен в 1907 году для транспортировки фосфатных руд из внутренних районов к гавани на западном побережье. Моменту получения независимости в 1968 году с ее берегов было вывезено 35 миллионов тонн фосфата. Трудно поверить, но в прошлом веке фрукты и овощи, которые попадали на столы людей по всему миру, выращивались с использованием фосфата, добываемого из почвы этого маленького острова. Получив независимость, Науру значительно разбогатело. И многие науранцы, чья земля использовалась для добычи фосфата, бросили свою работу и начали считать дни до того, как стать миллионерами. Тысячи рабочих из Китая и других островов Тихого океана были привезены, чтобы работать в грязных, жарких и тяжелых условиях фосфатных шахт. К 1975 году ВВП на душу населения в Науру составлял около 176 тысяч долларов США, в то время как в ведущей мировой экономике Соединенных Штатах это было около 44 тысяч долларов США с учетом инфляции на сегодняшний день. Науру смогла создать социальное государство, где нет налогов, образования, транспорт, медицинские услуги и даже жилье предоставлялись бесплатно. Я помню, когда моя бабушка выходила из банка с наволочкой, набитой деньгами, и полностью их потратила. Я слышал, что у полицейского был ламборгини, но он не помещался в машину и ему пришлось продать ее. Наволочка, блядь. Тут через нейросеть переводили, походу. Это правда? Да. Да. Это правда. Некоторые покупали машины просто для украшения. Чего, блядь? То есть там на этом острове жили только Моргенштерны. Чисто, блядь, весь остров из них был. Ходили там с машинами, блядь, крутыми. Такие, я, у меня машины, у меня тоже, блядь, а у меня две, а у меня три. Хватила лихорадка потребления. И этот маленький остров наполнился последними моделями автомобилей. По дороге мы наткнулись на коллекцию заброшенных роскошных автомобилей прошлого. Кадилаги, джипы, лендроверы – это лишь малая часть тех автомобилей, которыми жители острова когда-то пользовались для развлечения. Выглядит, как кладбище машин. Слой ржавчины указывает на то, как много лет они здесь стоят. По приезду коренные жители предупреждали меня быть осторожным из-за стаи бездомных питбулей, бродящих по дорогам. Когда-то это была популярная порода, и некоторые жители острова с радостью взяли их и затем бросили прямо на улицах. Вместе с собаками были завезены и другие животные, которых изначально не было на Науру – кошки, куры и свиньи. Эти животные, с которыми островитяне, познакомились относительно недавно. Когда шахтеры выкорчевали деревья и выкопали плодородную почву, все живые организмы погибли. Это место не подходит ни для сельского хозяйства, ни для строительства. До сих пор науранцы страдают от страшных последствий этой проблемы. Рельеф Науру покрыт ямами, глубина которых может достигать 15 метров, и известкован вершинами, простирающимися от центра острова к побережью. На этой бесплодной земле с высокой кислотностью не могут процветать сельскохозяйственные культуры. Науранцы вынуждены потреблять консервированные продукты из-за границы, в основном импортированные из Австралии. Средняя продолжительность жизни жителей Науру составляет 64 года. Да ладно. Низкокачественное питание сделало Науру мировой статистик. Вот этот спам, потому что вы увидели банку этой тушенки или что там. Это ветчина вроде, консервированная, американская. Я когда в Америку первый раз приехал, увидел эту хуйню, думаю, ебать, это же известная штучка. Я ее видел в игре DayZ. Дай, думаю, попробую. Это пиздец. Она на вкус, как кошачий корм. Ну, такой же дерьмовый. То есть, ну, вы же понимаете, да, вот вы пробовали, я не знаю, пробовали вы когда-то или нет кошачий корм вот этот, да? Паштет какой-нибудь кошачий. Он на вкус, как, я не знаю, как коты это едят, но это пиздец. Ты ел кошачий корм, ну, естественно, я пробовал чуть-чуть. Было интересно, любопытно еще в детстве. Че это они жрут такое? Вот этот спам, он, поверьте, хуже, чем кошачий корм. Это такое говно, блять, фу, сука. Я говорю, я попробовал чуть-чуть, я выкинул. Ну, потому что это просто пиздец. Я не знаю, почему это популярно и как это едят. Час. Он прям химозный пиздец. Там мяса, наверное, натурального нет просто. Мужчин и 94% женщин страдают от лишнего веса или ожирения. Чего, блять? Я туда, если прилечу, на меня будут смотреть, как на инопланетянина, наверное. У них палка ходит, как это, ветка, блять, ожила, по острову бегает. Тема ожирения на Науру похожа на эпидемию. Я вижу людей, страдающих от лишнего веса повсюду. На улицах, в ресторанах и на рынке. 45% населения. Потому что жрут эти консервы. Слышки, страдают от диабета. Ампутации здесь не редкость. Повсюду развешаны баннеры с информацией об этой болезни. Как видите, полки магазинов пусты. Продукты импортируются сюда каждые 6 недель. Для них роскошь... Крикси Вокс. Спасибо большое. Здарейд. Здарова, ребят. Приветик. Ку. Есть свежие фрукты и овощи. Цветная капуста стоит 18 австралийских долларов. Эм... Эм... Минуточку. Я должен понять. Эм... 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 Слушайте. Ну, в принципе... Не, ну нихуя себе. 18 австралийских долларов. Это 12 сышавских долларов. Вот. Короче, это дорого, блядь. Просто за вот эту среду... Подожди, одна штучка? 12 баксов или... За килограмм? А арбуз обойдется в 61 австралийский доллар. Сколько, блядь? Один арбуз, то есть это получается где-то долларов 50? Хуя. Жители употребляют мясные продукты, которые западные страны отказались продавать своим гражданам. А вместо этого... Уф. У меня сейчас и жога начнется, смотря на это говно. ...реализуют как хвосты индейки на науру. Остатки животных на 75%... ...стоящие из жира сложно назвать питательными. Недостаток жилплощади. Еще одно следствие добычи фосфата. Из-за этого 80% территории науру непригодны для жилья. 14 тысяч жителей вынуждены ютиться в прибрежной зоне на 4 квадратных километрах. Это Боада-лагун. Единственное нетронутое место на острове, которое сохраняет первоначальную флору и открывает дверь в прошлое. Когда-то науру была полностью покрыта такой растительностью, которая исчезла. Здесь до сих пор можно увидеть банановые деревья, панданусы и ананасовые растения. Коралловые скалы на побережье науру словно скульптуры возвышаются над морем на 5 метров. Но океана покрыта мертвыми коралловыми породами, простирающимися примерно на 200 метров от берега, что делает невозможным причаливание крупных судов. А многие из них находятся под водой и становятся видимыми только при отливе. Благодаря этому люди могут... Короче, блядь, если начнется апокалипсис или Третья мировая война, этот остров вообще неподступная крепость, блядь. Не подплывешь, на самолете тоже хуй сядешь. Вообще никак не подобраться к нему. То есть люди там... Конечно, сейчас в хуевом состоянии, но если вдруг в мире начнется прям жесткая жопа, то эти люди, которые сейчас живут на том острове, скажут, бля, вот, наконец-то мы тут это... С кайфом сейчас будем. Эт, пока там все умирают, убивают друг друга. Заходить в воду на расстояние сотни... Не, ну, понятное дело, они помрут с голода, например, они привыкли там за счет Австралии жить. Но что-нибудь придумают. Придется думать головой выживать. Как-то, каким-то образом ловить рыбу. Не знаю, там... На этих камнях. Что-то придумают, блядь. ...метров и рыбачить. С вырубкой деревьев средняя температура выросла до 30 градусов Цельсия круглый год. На этом острове, подверженном муссоном, дождь и время текут как одно целое. Так как на территории Науры нет ни рек, ни ручьев, у островитян ограничен доступ к пресной воде. Страна производит 2 миллиона литров питьевой воды ежедневно, очищая океанскую воду с использованием обратного осмоса, на этих установках по обриснению воды. Здесь располагается подземное озеро под названием Мокауэлл. Но найти вход в эту пещеру без помощи местных жителей непросто. Там всего 12 ка людей, пиздец. Это почти то столько, сколько у меня зрителей на стриме. Охуеть! Если бы я был стримером на этом острове, буквально бы весь остров меня должен был смотреть, чтобы иметь такую же аудиторию, как я сейчас имею. Онлайн имеется ввиду. Нормально, блядь. Чисто остров меня смотрит. Так как вход довольно узкий. Считайте, я ваш президент. Кто узкий? Но найти вход в эту пещеру без помощи местных жителей непросто, так как вход довольно узкий. Во времена войны народ Науру использовал это место как убежище и источник питьевой воды. Теперь оно заполнено банками и обломками стекла. Это подземное озеро больше не является надежным источником питьевой воды. Какая была религия до Христи... Короче, застрали все. Мы поверили Бураку. Это Бог. Наверху есть алтарь. И если его покормить, он придет и исполнит твою просьбу. Есть ли еще кто-то, кто верит в Бурака? Есть такие. Они верили, что вода здесь может исцелять кожу и другие болезни. В районе Ярен расположены основные учреждения. Ладно. Такие как здание парламента, посольство, единственный в стране полицейский участок, пожарная служба и аэропорт. Здесь всего 11 школ, включая 3 средние школы. Всего 11 школ, нормально. Хотя, блядь, 12 тысяч. Вот даже не 12 тысяч этих детей. Государственный университет. Почти все на острове свободно разговаривают на английском языке. Родной язык коренных жителей навруанский. Например, название Науру само по себе происходит от навруанского термина анеэра, что означает «Я иду на пляж». Как сказать привет? О, блядь. А как насчет «Как дела?» Кмурмо. 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 Рейтинг. Как? Пришел в здание парламента, где осуществляется управление Науру. Вопреки ожидаемой официальной обстановке... Ну а нихрена себе кондиционер. ...здарит расслабленная атмосфера острова. На входе не было охраны, и мне разрешили фотографировать и снимать видео на телефон. Аааа! Извините, банан в глотке застрял. ...самых маленьких в мире. И здесь всего лишь 19 мест. Если бы жители узнали о том, что я покажу вам позже в видеоролике, они, возможно, задумались бы, прежде чем разрешить мне находиться здесь. В 1970-м годах правительство Науру осознало, что его запасы фосфата иссякают. и последовало примеру богатых нефтью стран Ближнего Востока, инвестируя в зарубежную недвижимость, включая Науру Хаус в Мельбурне, Науру Тауэр на Гавайях, Пацифик Стар Отель в Гуаме, Пацифик Хаус в Вашингтоне, The Grand Pacific Отель в Фиджи и многие другие. Однако коррупция и некомпетентное управление привели правительство к дефициту миллионов долларов ежегодно на протяжении 90-х годов. И сбережения от продажи фосфата быстро иссякли. В попытке поддержать свою социальную стабильность правительство попыталось превратить страну в налоговый рай и влипло в скандалы с отмыванием денег с наркокартелями, русской мафией и организациями, такими как Аль-Каида. Науру выдало лицензии более чем 400 иностранным банкам по системе, которая не требовала филиализации и позволяла опциональное ведение учета. За это время только русская мафия отмыла примерно 70 миллиардов долларов США через банки на Науру. В результате международного давления страна прекратила незаконные операции с офшорными банками и с 2004 года была вынуждена перейти на экономику наличных денег. Австралийский доллар является официальной валютой Науру. В стране всего несколько банкоматов, которые также не выдают наличных... А там можно купить гражданство? Многие же острова продают гражданство там. Например, я знаю чела... Знакомый, короче, ну товарищ, ну блогер, который хочет купить себе гражданство какого-то острова, уж не помню как называется. За 180 тысяч долларов можно купить гражданство какого-то там острова и с паспортом этого гражданства, этого острова, можно свободно кататься по Европе. Потому что без виз у этого острова. Нет, это как у Кипра, вы чё, блядь... На Кипре, чтобы купить гражданство, надо, по-моему, минимум 500 тысяч долларов. И это минимум, по-моему, уже миллион. А это вообще остров, я вообще хуй знаю, что это за остров. Он неизвестный никому. Туда вообще никто не ездит, чисто только вот, чтобы там гражданство купить. И всё, и потом с этим паспортом по Европе кататься. Потому что без виз с этим островом у Евросоюза. Ну, блядь, 180 тысяч, пиздец. Зато гражданство будет второе. Островное, блядь. М-м-м. Вот если бы у вас были деньги и возможность потратить 180 тысяч, вы бы их потратили на гражданство какого-то, блядь, острова. Ну, чтобы иметь гражданство, да, и кататься, например, по Европе. Я вот не знаю. Ну, мне оно как бы и нахуй не надо. Я американец. Сент Китс и Невис? Я не знаю, ребят. Там этих островов, их на самом деле не так уж и мало. Их много, кто выдаёт гражданство, и потом можно по Европе кататься. Вот, поэтому, да. Нахуя 180к, это можно купить хату где-то и получить ВНЖ, и так же ездить без виз. Ну, блядь, как я слышал, в Европе, чтобы в какой-либо стране получить ВНЖ, за покупку недвижимости, то эта недвижимость, ну, точно не за 180 тысяч, намного дороже должно стоить. Я привёз немного наличных, потому что здесь не принимают карты. В результате борьбы с отмыванием денег в настоящее время в стране действует только один банк, и то австралийский. К 2000 году запасы фосфата иссякли, и экспорт фосфата сократился до 1% по сравнению с пиковым периодом. Центральный банк страны разорился, и его имущество за рубежом продавалось по частям. Мы видим действующие шахты. Страна всё ещё добывает фосфат в небольших масштабах. Если бы здесь обнаружили ещё одно местонахождение фосфата, вы бы поддержали добычу? Я бы сказал, оставьте природу в покое, потому что сейчас это последняя капля, и мы все утонем. 52% населения живёт ниже черты бедности и пытается выжить с помощью церкви. В низкодоходных районах стресс вызывает высокий уровень потребления табака. На 2020 год Науру удерживает рекорд по самой высокой доле курящих в мире. На острове всего пять пляжей, и они засорены автомобильными шинами и мусором. В 2001 году Науру согласилась принимать беженцев из Австралии в обмен на финансовую поддержку. Около тысячи беженцев, в основном афганцев, иракцев и иранцев, были перевезены на Науру и задержались здесь на неопределённый срок. Наверху, где не хватает тени от деревьев, было разбито три лагеря беженцев. Люди жили в палатках под палящим солнцем годами, без регулярного доступа к чистой воде. Многие пытались сбежать от жизни в нечеловеческих и ужасных условиях, и неопределённого будущего, и заканчивали свои жизни по своей воле. Больше всего страдали дети, которые составляли большинство в лагерях. Австралия тратила в среднем 550 миллионов долларов США каждый год на содержание этих лагерей. Иными словами, правительство Науру зарабатывало 500 тысяч долларов США за каждого беженца, заключённого на острове. Пытаясь попасть в эти места, вдруг на моём пути появились баррикады. Они заблокировали все дороги, ведущие к лагерям, расположенным в трёх разных местах на вершине. Но мне удалось найти способ снять снаружи. В течение двух десятилетий эти лагеря стали местом множества смертей из-за медицинской небрежности, несчастных случаев и самоубийств. Последние отчёты говорят о том, что эти места не совсем пусты. Тем не менее, местные жители ничего не знают по этому вопросу. В настоящее время Науру отсчитывает дни до начала морской добычи в сотрудничестве с канадской компанией Metal's Company. Их план заключается в добыче полиметаллических камней, которые растут всего на несколько миллиметров за миллион лет. Эти камни содержат металлы, такие как кобальт, никель, медь и марганец, используемые в аккумуляторах, и будут источником энергии в ближайшем будущем. Учёные предупреждают, что такие операции, которые ставят под угрозу морскую жизнь, могут потенциально снизить способность океана поглощать углерод и ускорить изменения климата. Иллюзия богатства, в которую Науру втянули в конце 60-х годов, привела к тому, что поколение не понимает важность труда и образования. Правительство не разрабатывало планов на будущее и истощило все ресурсы нации. Кажется, что здесь невозможно построить лучшее будущее без необходимой мотивации, навыков и знаний. Это маленький остров пример того, что происходит в мире. Человечество должно извлечь этот урок. Спасибо за просмотр этого документального видео. Надеюсь, вы узнали что-то новое о нашей планете. Не забудьте подписаться на мой YouTube-канал. Увидимся в следующем видео. С вами был Руи Чинит. Кто? Бля, вообще вахуй, ребята. Бля, это пиздец. Это вообще... Кто Чинит? Кстати, этого чела озвучка на видосы, как у Мистери Биста. То есть, например, смотрите. Нормально, бе? Субтитры создавал DimaTorzok